Здравствуйте, уважаемые зрители. Решил почитать, что пишет в армянской прессе. И вот нашел статью в спутнике Армении. В Иране возникло ощущение, что Азербайджан взорвался, заявил Скаков. Видите на фотографии, вон, человек. Это заместитель директора института востоковедения РАМ, российской там какой-то академии. Ну вот, что он тут заявил. Обострение ситуации вряд ли приведет к боевым действиям. Однако Иран ждет уступок со стороны Азербайджана. По грузоперевозкам его беспокоит растущее влияние Анкары в этом районе. Иран хочет обеспечить безопасность своих грузоперевозок и уменьшить влияние Турции в Азербайджане, сказал Александр Скаков. По его словам, во время действий, до военных действий вряд ли дело дойдет. Сейчас идет больше война нервов. Но Иран чувствует себя обойденным после Карабахской войны. Он ничего не выиграл. Он проиграл. В общем, еще пишут, что, к счастью, для Тегерана в Нагорном Карабахе не появились американские или натовские миротворцы. Но, тем не менее, усиление позиций Турции и Израиля в Азербайджане не может не вызывать тревогу в Иране, сказал Скаков. Поводом для недовольства со стороны Ирана стала проблема перевоза груза и функционирования дорог. На данном этапе для Ирана функционирование коммуникации очень важно. Кроме скопления войск на границе, Иран может использовать против Азербайджана и проблему Талышей. Хотя этим вопросом надо заниматься было раньше. В целом, если говорить более глобально, то, видимо, в Тегеране возникает такое ощущение, что Азербайджан взорвался. Вот слова подбирают. И есть стремление его остановить, сказал Скаков. По словам эксперта, Иран ждет уступок все-таки. Так как не исключено, что сильное ухудшение отношений с Тегераном сейчас не в интересах Баку. Также беспокойность иранской стороны вызывает рост влияния Турции, что совершенно понятно и очевидно. В интересах Ирана максимальное ограничение роли Анкары. Не исключено, что он может ответить Турции в Сирии. Что касается совместных учений Азербайджана, Турции и Грузии, то Тбилиси пытается быть везде, где это возможно. А сейчас вторая будет тема, что там будет строиться трасса Гори-Скафан. Иран примет участие. Сейчас я вам потом расскажу. Ну и вот. Грузия хочет показать свое присутствие в регионе. Карабахский кризис для нее не был выигрышным. Появление де-факто новой российской базы для нее, как острый нож. Так что любое появление Грузии где-либо для нее позитивное явление, сказал Скаков. Так. Ну и вторая серия сейчас вот про эту дорогу, которую сейчас собирается строить. Сейчас я вам найду. Так. Где она? Ай, вот. Альтернатива трассе Гори-Скафан. Иран примет участие в строительстве дороги в Зангизуре. Сейчас я на карте покажу. Вот. Тут перекрыли кислород на трассе Гори-Скафан. И сейчас совместно они хотят строить Армения с Ираном вот через Тетев объездную дорогу. Так. Делегация Ирана обсудит с армянскими партнерами вопрос участия в строительстве альтернативного пути в Зангизуре. Иран примет участие в строительстве дороги, которая будет предоставлять с собой альтернативу трассе Гори-Скафан. Ну, в Армении. И это сообщают иранские СМИ. Отмечается, что делегация во главе замминистра дорог, фамилия тут, Хадеми, уже направилась в Сириван, где обсудят вопрос участия Тегерана в строительстве транзитной дороги на территории Армении через Тетев. Все правильно. Вот я вам сказал, вот пишут. Через Тетев. Тетев. Вот он Тетев. Смотрите на карте. Все решили делать, чем платить пошины по 100 долларов за каждый грузовик. Решили взять и хернуть вон в сторону через Тетев эту трассу в объезд Гори-Скафан. Так. Вопрос решается с помощью объездной дороги. Ранее вице-министр Армении Папекян обсудил с послом Ирана с Зохури сотрудничества на трассе Гори-Скафан. Напомним, азербайджанские полицейские, размещенные на некоторых участках дороги Гори-Скафан, стали останавливать иранские большегрузы и требовать с них уплату за проезд. Ну, вот таким способом они решили, как сказать, Иран с Арменией, чтобы не платить пошины, построить новую дорогу. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.